друзья сразу скажу что первое видео это будет беглый обзор распаковка ну с небольшим количеством там ттх технических характеристик да и второе видео будет она пойдет сразу практически за этим вот она уже будет по перегону и в нем будут озвучены все недочеты все плюсы и минусы которые я увидел а в этом аппарате как то так так что не переключайтесь друзья всем привет с вами снова серега ребят наконец-то до меня добрался это чудо аппарат волшебный аппарат как многие его позиционируют в интернете вот те обзорщики которые его уже посмотрели опробовали ну и до меня дошла очередь я сразу скажу что аппарат куплен за деньги никто мне его не присылал вот не буду я здесь дифферамбы какие-то про него будет конструктивный честный обзор аппарата пришло в двух коробочках так как докуплена вторая царга ой 3 царга сейчас мы ее вскроем посмотрим какому царгу царга экран еще ничего не открывалось сразу скажу свое мнение про утеплитель ну утеплитель лагерный хотя понимаю что сделано по бюджетному все чтобы для нас для пользователей был была хоть какая-то не выгода даже сказать то приемлемая цена до царга матовая ну и те наверное все матовый порт много вопросов по этому порту это мы все с вами разберем кран нержавейка 3 4 может поменяем на дюймовый не знаю для слива бороды здесь больше ничего нету люк ставится вы лучше если чё на меня не обижайте скажу не то что непотребное давайте прямо действий я очень хорошо отношусь к вашей компании у меня до этого был люк сталь 7м последней модификации и вот тогда руководство гарантийный талон книжка с рецептами 100 рецептов потом дохладник дополнительный термометр красиво пока никаких изъянов по сварке ничего другому не вижу но труба затертый дефлегматор дефлегматор большой здоровый вот 7 трубок по моему здесь 37 до по 20 миллиметров здоровенный будь здоров вот у меня лапа большая как вы видите фитинги подшланги убрали комодцевские здесь их нет больше типа концентратора флегма под чашку и 3 вот так вот да будет видно типа концентратора флегма для чашки внутри еще стоит ну как они называют рассекатель не знаю видно его не видно он видно видно эту тарелку вот и 3 концентратора флегмы под спинку когда уже копытная спинку хорошо так это я думаю вам не стоит доставать переходник под режим подсила с рассекателем хотя мое мнение ну вот скажу вам свое мнение что он тут вообще не нужно ни к чему парни так сильно там движется что прям как турбина нет считаю что это лишнее но сделали сделали молодцы так и ремонта переходник для крана лампы кланка четыре штуки здоровенные я сам первый раз вижу трех и новое оборудование носик отбора с трубкой связи с атмосферой это просто заглушка заглушка стеса коробочку здесь также я думаю нет смысла и то мы посмотрели то же самое на каждой царе стоит он шланги как раз здесь лежат на каждой царе стоит перегородка для удерживания для удержания пыжа под спн и в каждой же царе стоит в порт под тюрьму вот заглушки хорошие кстати нужно вещь мне интересно было когда придет он ко мне 3 царга тоже с перегородкой тоже потом для с портом для термометра ну и вот самое интересное чем хотел увидеть это бак здесь пн к пн наложили будут я так понимаю и нержавейка для пыжей и медная для тебя не серы там для дистиллятор вот это бак это бак хомут остался прежней кому то остался прежней сравнить стареньким хомутом а старенький то будет побольше немножечко или такой же нет хомут один в один то есть по длине и по канавке и по канавке они абсолютно одинаковые идентичные так вот это новый это старый так пока в сторонку с рамблем приклеивать крышечка с новым с новой модификации прокладки армированы крышка огонь мне нравится новый взрывной клапан новый взрывной клапан такого толщины силиконовая ну давайте назовем ее мембраной до при переборе давления она просто должна грубо говоря порваться крышка огонь толстая и прям чувствуется мощь второй термометр пальцем но его я распечатывать не будут вещь полезная но не но необходимое пиво с не варить ребят я вам скажу еще то как сказать и что занятие то есть для ароматных что-то разложить и перегонять там на подстиле как-то выгонять ароматные напитки еще да но пиво нет свои на своем 7м я варил пиво переворачиваю переворачиваю кверх дном ну и как-то пытался не понравилось мне с пивом ну то есть эта тема не прокатывается вообще сомнительная вещь для пива вот ну еще дальше у нас идет вот самое мне что больше всего понравилось это разметка разметка огонь порт под термометр гильза в варная глухая это тоже классно то есть был у меня и вейн с термометром в крышке если в царках они поменяли что порты чтобы можно было вставить там термометр диаметром ну насколько я знаю 4 четверка это на стандартная шестерка даже кто-то где-то я слышал в обзорах что восьмерка это мы все попробуем с вами вот новая эмблема такая красивая вот бак огонь прям зачет 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 вот так давайте знаете попробуем вот это блин какие-то они знаете вам скажу они не достают до бака . как ограничители но только так вот в принципе тогда зачем они вообще нужно если она он смещается это не держит так придерживает крышечка ops и затягиваем конструкция офигенная если раньше покупал я вот здесь тут вот здесь тут были зазубрины не зазубрины а как штамповка идет был облой загнута и у многих людей друзей других пользователей читаю читал отзывы когда-то срезала прокладку то есть с одной стороны была крышка с другой стороны силикон когда вы подтягивали этим облоем прокладку задирала на бак и по ребру бака по этому ребру прокладка натягивалась и рвалась вдоль прям у людей у меня такого не было вот аппарату год скоро вот такого не случилось потому что сразу изначально обработал снаружи снутри ну такой вот я мнительный человек мне нравится когда чтобы не порезаться на войне и реформе я порезался первый день вот об этом хомут поэтому с люк сталем сразу все обработал так с этим разобрались бак бак зачетные ручки ручки классные хотя и поставлю свою ставить хотя и не сказать что мне вот эти напрягали на хоть видно в конверте вот меня эти не напрягали ручки то есть они не кипяток ими можно но спокойно за них взяться и перетащить вот только выключил нагрев там да то есть после работы я берешь его нужно можно понести ну это красиво согласен 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 ребят чё теперь по высоте на сети на полтора сантиметра он выше этот бачок так надо прокладочку то снять вот я говорю вот эту прокладку у меня родная до сих пор рабочие желтенько старая крышка ну по диаметру 2 миллиметра наверно разница до старой крышкой чуть-чуть чуть-чуть пошире по уже по уже на я вам сейчас скажу да тут заподлицо на 4 миллиметра она поуже ну я думаю что это не критично то есть если купить такую крышку если они будут отдельно в комплекте то на свой старики люк сталина подойдет вообще без вопросов а вот с прокладкой тут сейчас мы глянем да и прокладка пойдет только на том баке она хоть как-то фиксировалась не сильно но фиксировал здесь же вот смотрите получается в сторону пули и ну свист такой же миллиметра 4 на вот но тем не менее установить ее можно я думаю сейчас мы с вами попробуем так старых хомок засуну эти новым попробуем все гораздо плотнее стало да все тут подойдет я думаю вообще без вопросов это плюс ребята это плюс когда сказали что кастрюли разные я думал ну все в общем все подходит с кастрюлями разобрались ну и что у нас далее в комплекте далее у нас спин спин заявлено что 4 и 8 литра спин блестящий нетравленный но это мы распечатали так сейчас секунду так давайте по спинке разберемся с ее весом так положим кладем два четыреста шестьдесят пять шестьдесят шесть это у нас получается друзья получился вот такой вот результат 4 килограмма 900 грамм 4 920 спин люкс это одна большая тема да она пахнет маслом она не травленная но она друзья и не блестит как например на люк стали 8 хотя нет поблескивает вот но мы ее протравим вообще без проблем то что спинка есть в комплекте и и грубо говоря пять килограмм по две тысячи ну по полторы пять на полторы можно за полторы найти это конечно бонус хороший это огромный плюс компании люк сталь в том что они ее кладут в комплект вот потому что простому обывателю еще надо ее будет докупать но если взять другие колонны вот вот это им плюс но качество ее оставляет желать лучше она вонючая она прям воняет я не знаю весомым там или чем каким то не маслом прям запах стоит ладно чем давайте по рпн еще пробежимся сколько до чего пакет заслоненный все равно пожито это делать поднимем по достоинству поэтому мы ее достанем сразу медной два куска длину я вам сейчас скажу рулетка у меня рулетка у меня лагерная нормальная на работе метр двадцать два куска по метр двадцать тут же идет еще один медный шпорт три куска медных по метр двадцать и нержавейка метровый кусок да абсолютно верно метр вот с рпн к тоже разобрались ну вот рпн кстати почти почти не пахнет но запах немножечко есть друзья хомут магнитится прям вообще прям магнит магнит ну он у нас дистилляция ректификации и несет совсем другую да нам это не важно он или не магнитится вот крышка на кастрюле есть при магничивании хомут практически не магнитится это неодимовый магнит хомутик ну чуть-чуть липнет я не металлург я мало понимаю в нержавеющих столях какая-то магнит какая-то нет вот сама кастрюля сама кастрюля не магнитится вообще даже неодимовым магнитом только заглушка чуть-чуть старый люксталь тоже не магнитится вообще вот это хорошо убираем сейчас все буду мыть намывать вот царги царги чуть-чуть магнитится но не критично думаю по швам ну к люкстали у меня никогда претензий не было швы классные вот тоже магнитится но чуть-чуть дэв тоже не магнитится ну все в принципе годно все хорошо фальш дно тоже не магнитится вот вот ребят по давайте про тену 2 секунды если брать например ну как не заверяют это говорите возможно вставить 2 тена да но тены какие вот вот например большинство самогонщиков моя большинство самогонщиков тены вот таких как у меня и вареные лампы стоят друг напротив другу вот он заходит за центр буквально на не знаю полтора сантиметра то есть второй такой же тен уже не войдет вот есть да есть тены однотрубчатые вот эти волнистые тут без вопросов они стоят извините так что вот сейчас буду все подготавливать это был такой первый взгляд на люк сталь вот скоро будет ролик перегонка в режиме подстил вторая дробная вот там мы с вами поговорим о плюсах и минусах здесь и так видео получилось довольно таки такое увесистое не маленькое скажем вот вот пока первые впечатления ну пока положительные за исключением вот этого конструктивного решения я не знаю как это назвать не знаю ладно разберемся так ребят давайте подберемся по ее объему померяем нитрами в кастрюлях и смертель запах прям стоит фу фу даже чуть больше насыпал литр литра 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 вот два литра два так это пока отставим что два литра еще чуть-чуть ну хотя вот первое компенсирует как раз то что я там пересыпал 50 миллилитров это у нас 3 литра так то и и и и 4 4 Я ничего не обсыпал, поверьте, ни в коем случае не хочу предъявить, что они обманывают, но тем не менее, вот 4100 4100 Слежала там или что, мягко на кастрюле Ну вот деление 5 Блин, вам не показать, наверное Деление 5 И деление 6 Вот 5 Вот 6 Сейчас ровный слой Да Вот еще прям чуть-чуть и вот она уже четверочка А 4,8 кг Прошу прощения 2 царги 1 метр получается с 4,8 кг СПН Вот, а по факту получается у нас 4100 Вернее, по факту получилось 4900 Да Даже они пересыпали немножечко Это тоже им плюс Ну, опять же, вернемся к качеству СПНК Ну, вот Все Все, ребят Сейчас буду все отмывать Все мыть Ну и пробуйте снимать вторую часть ролика Это перегонка Вот Ребят За сим Разрешите откланяться Ждите Следующий ролик Он выйдет Практически сразу После этого Вот С вами был Серега Пока Друзья Создал группу ВКонтакте Самогонщики 33 И не только Здесь просто не написано И не только То есть группа для всех самогонщиков Винокуров Пивоваров Вступайте кому У кого есть желание Вот Можно Все Выкладывать Свои Видео Выкладывать Фотографии Делиться опытом Что-то обсуждать Вот Также Выкладывайте Объявления о продаже Может кому-то Это будет интересно То есть Ограничений Ну Надеюсь Пока никаких Пока никаких нет И надеюсь не будет Если сращение начнется Прям полнейший Вот Родственников Родственников Заказывал плакат Мне стену прикрыть Вот эту вот Просто унылую Бежевую Смотрите Что он сделал Он вставил мою рожу сюда Правда Я этого не Заказывал Вот Вступайте в группу Ее легко будет найти Самогонщики 33 Все С-пасиба Ты заходи Если что И за лайк И за подписку Спасибо С-пасиба С-пасиба С-пасиба